Елена, есть в нашей программе одна очень замечательная традиция Мы просим подарки с гостей, чтобы нам принесли Да вот, я сняла календарь у себя со стены Последний, ну ладно, у меня еще есть Еще один такой же? Пробник Пробник такого же Кайф То есть у нас эксклюзив У вас эксклюзив, все, последний Вот я вам на октябрь как раз открыла, когда вы вернетесь из отпуска Вот видите, это наша девочка, конечно Здорово, спасибо вам огромное За этот календарь, и у нас есть всегда небольшое испытание для наших гостей Это прям такое, мы обычно делаем Профильное, да Итак, Елена, поскольку вы дизайнер одежды Что надо сделать мне, чтобы прямо сейчас стать секси? Вот прям, и все Ну, в смысле, добавить из одежды, я имею в виду, конечно А, из одежды Нет, в спортзал Да, вообще спортзал Вот так, ну, я бы прическу немножечко пошевелила бы Вот, наверное, добавить Да, да, да Такой небрежности Да, вот теперь в камеру Посмотрите, чуть-чуть бы еще вот в другую сторону, чтобы было Ну, вот все, скажи Все, Кирилл, да Ты главный Я-то думал, что скажешь Сожги всю свою одежду Сожги Нет, футболка вообще классная Просто вот это тренд Хочется, конечно, чуть-чуть в нее цвет Она, видимо, уже Да, она слегка такая Неоднократно Она, да Вообще волновались, когда одевались к этой программе Думаем, дизайнеры одежды Попадем не Чмурит нас, короче, вообще Да, да Вот, ну, как мы, совсем все плохо Джинсы всегда модны Да, да Кроссовки всегда модны Ну, хорошо Главное, чтобы все было чисто, аккуратно У вас все тоже в порядке Надписи есть Черно-белые это всегда Кидосики опять Да, в тренде Да, да, кеды Все классно Ну, раз нас Как приятно, когда нас хвалят Да, не зачмырили Пойдемте, начнем программу За помощь полиции будут платить очень приличные деньги Новый мост вновь доставляет беспокойство саровчанам А в начале сентября нас ждет настоящий модный уикенд О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин И Лидия Шулаева Подключаемся Ну, с радостной новостью Или с еще более радостной новостью С еще более радостной новостью Я на этой неделе предъявил 3 кг сразу Да, я знаю эту историю Давай не будем делиться с нашими телезрителями Секретами твоего похудая Да, но никому не советую повторять эти маневры Очень экстремальные Но тем не менее радостно Тем не менее радостно 3 кг мимо И молот красив Худощав Почти, я не знаю И еще одна хорошая, наверное, новость Да ты всегда хорошо Я знаю, о чем ты хочешь сказать Ты всегда хорошо Давай, говори Программа «Соседский Wi-Fi» уходит на каникулы У меня даже вот специальная футболочка Бай, чао, адьес написано Мы закрываем этот телевизионный сезон Чтобы встретиться с вами в октябре В новом телевизионном сезоне Вас ждут не только обновленный «Соседский Wi-Fi» Новые передачи, новые герои, новые гости Будет очень интересно Да, новые рубрики обязательно будут Новые рубрики будут, конечно Конечно, Кирилл думает, прям ломает голову ночами Вуф А ты слышал про чудесную историю? Возвращаясь к замечательным этим вот Очень сейчас популярным статьям Статьям УК, естественно Уголовного кодекса Российской Федерации О том, что о экстремизме в соцсетях Да, мы с тобой много раз об этом говорили И тут, короче Ушлые мошеннички уже начали использовать это в своих интересах Я такой, знаешь, в профессиональном восторге от мошенников Они плохие люди Дело Остапа Бендера живет Да, да, да Люди начали распространять, писать в личные сообщения Простым людям о том, что мы нашли на вашей странице Материалы, которые соответствуют этим уголовным статьям И если вы нам не отправите денег Мы, короче, на вас телегу напишем в полицию Да, во времена свободного интернета Многие сохраняли всякие фривольные картиночки себе Да, так что, друзья, если вам будет кто-то в личку писать О том, что мы вас тут нашли И начинают вас шантажировать Будьте уверены Это мошенники Ну вот, кстати У нас просто полиция к вам просто домой придет Вот то самое дело Матузной, да Которая сейчас на слуху Тоже же донесли на девушку Что, мол, у нее в сохраненочках такие картинки И за ней пришли Сейчас судят И, а сейчас у нас же за доносы Простите, простите, простите За помощь полиции Обещают платить нехилые деньги Там какие-то просто нереальные цифры озвучиваются Ну, у него что-то нереально От 50 тысяч до, ну, правда, до 10 миллионов Ну, ты знаешь, даже 50 тысяч Я просто не знаю Стуканулы, 10 тысяч кармашек Я даже не знаю, что надо сделать Чтобы тебе 10 миллионов выдали Это на кого надо настучать Чтобы тебе дали 10 миллионов Доживешь ли ты до этих 10 миллионов А самая проблема в том Что, чтобы получить эти деньги Надо что? Правильно-то достать паспортные данные Никакой анонимности Никакой анонимности Потом этот товарищ выйдет и скажет Дружок Множество идей, которые мы здесь обсуждаем Множество нововведений Поначалу вроде бы звучат Как будто бы неплохо Ну, с одной стороны, да За поимку какого-то преступника Потому что информация должна быть проверена И она должна действительно помочь полиции Поймать какого-то преступника Мошенника, убийцу, не знаю, педофила И в случае поимки Благодаря твоей информации Ты получаешь вознаграждение Звучит-то как будто бы неплохо Но почему-то у нас всегда все извращается Ну, с другой стороны Любая идея доводится до абсурда Это превращается просто в стукачество Опять-таки Я сейчас буду шерстить интернет Искать Ага, сохраненочка А вам нужно планчик по экстремизму делать Вот у нас там Иванов Иван Иванович Хотите, я вам помогу? Да-да-да-да-да А вы мне премию выпишите Потому что на самом деле Мне кажется, что Нормальный, адекватный, здравомыслящий человек Даже если он увидит, что, грубо говоря, возвращение, да Увидит, как совершается какое-то преступление Действительно, там, насилие, там, убийство, там, какой-то грабеж Еще что-то Он безвозмездно сообщит, конечно, конечно И будет понимать, что А по-другому никак Потому что Ты попадешь в такую ситуацию Конечно Надо нейтрализовать вот этих всех Да-да-да Преступных элементов Деньги здесь ни при чем Деньги, я просто, ну, мне кажется, да Это какая-то вот Ну, только вот Опять же Тридцать седьмой год Чем-то не тем попахи Да, тридцать седьмой год Давайте всех сдадим Павлике Морозовой вперед Да, Павлик Морозов жив Да Как пела одна известная группа К нам тут глава регионов в гости приезжал В очередной раз Да, я ходила на встречу с горожанами Горожане его очень активно спрашивали Причем обо всем О строительстве школ Расселении ветхого жилья И даже об оперном театре в Нижнем Новгороде А вот скажи мне Говорят, что И это прям причем Очень сильно муссировалось В местной В Саровском интернете Всяких знаний Что в зал не пускали простых Смертных Да нет, это не правда Что нагнали со всех Опять со всех муниципальных учреждений Из градообразующего предприятия Согнали людей 500 человек Сразу посадили Мгновенно Чуть ли не автобусами привозили И простые люди не могли попасть Чтобы свою правду истинную Откуда нести Муниципалов было немало Ну, понятное дело Автобусов не видела Но лица распознавала в зале Но и обычные граждане тоже были Никакого там фейс-контроля не было Единственное, что Конечно, да Пришлось там доставлять стульчики Кто-то мялся по стеночкам То есть даже больше 500 посадочных мест было занято Да, были заняты места И такие наши были активные граждане Которые рьяно и эмоционально Жаловались на местную власть Был ли какой-то цензор какой-то был Может быть кто-то бы не давал задавать вопросы Я не знаю Нет, нет, абсолютно Люди спрашивали, о чем они хотят И Глеб Сергеевич пытался отвечать на их вопросы Уж меру сил своих Он с собой привез еще команду министров И там, где он не мог найти ответ Ему помогали министры какие-то профильные А я напомню, что в этой должности Глеб Сергеевич к нам приезжает уже второй раз Первый раз он приезжал в ноябре И присутствовал на торжественной церемонии Посвященной завершению строительства Нашего нового моста Да На этот раз его на мост не повезли Почему? Его повезли на КП-4 Где он тоже был в прошлый раз Потому что там все гладенько Там все хорошо Там только что закатали дорогу Да, дорогу на Кременке откроют к 1 сентября То есть там все чудесно На мост его не повезли Потому что Стой, стой У нас с тобой через выпуск Через выпуск у нас с тобой что-нибудь Главный герой просто в этом сезоне Нашего соседского Wi-Fi Это новый мост Там опять упали ограждения Привет, магистраль! Привет, магистраль! Мы вас снова ждем в гости Кстати, магистраль Она уже в гостях Они возводят детскую площадку В парке Зернова В общем, метнуться Может быть, мостик подлогает Главное, чтобы материалы с детской площадки Не переросли до гады Да, чтобы вы поняли, что мы тут Не голословим Вот тут вот картиночка Что с этим мостом происходит Понаблюдайте, пожалуйста В общем, это детали перила Да, и несколько просто человек Звонили в редакцию Говорили, пожалуйста, придите, снимите Ну, привлеките к этому внимание Потому что очень страшно ходить там Особенно с детьми Тем более опускать там детей одних Потому что вроде бы выпала секция Казалось бы, чего страшного Но вдруг на самокате, на велосипеде Занесет, не справился с управлением Это действительно опасно И жители города поделились своей болью И вместо традиционных опросов Я предлагаю просто дать слово горожанам Выскажите свою боль Дорогие саровчане Просим Страшновато Из-за детей страшновато Деньги содрали кому-то в карман Сами-то не видят, что они тут наваляли А там сами дырки вообще уже в асфальте По сути опасно, потому что Есть места, где нет забора Можно слететь И это может быть насмерть Может быть с переломом обойтись Если бы, например, маленькие дети здесь бегали Они бы могли попасть Или на велосипеде, например, неаккуратно Я думаю, его надо чинить Хорошо, что вы занялись этой проблемой Большое вам спасибо Потому что с детьми я даже вот Как с детьми ходят люди Стараемся подальше идти от этих период А к нашему соседскому вай-фаю Тем временем подключается наш гость Это дизайнер одежды Елена Бабинова Елена, здравствуйте Здравствуйте Для начала подключитесь к нашему вай-фаю А потом нас ждет очень... Пароль у нас сегодня прям в тему Мы все вообще на самом деле в тему пребываем Сегодня пароль такой Fashion Week Fashion Week точно Не Fashion Weekend Нет, Fashion Week Weekend это в будущем Попробую А сегодня пока Fashion Week Все вроде запустилась Отлично, ура! Елена, начнем вообще с самого начала Не за горами осень И всех интересует, что же модно Я смотрела ваши коллекции И я сейчас смотрю на вас У вас так много цвета И это так радует в нашем сером мире Люди предпочитают почему-то серую одежду На что сделать акценты осени, чтобы с асфальтом не сливаться? Цвет это не наша какая-то придумка Это не то, что мы подошли там и выбрали Что-то такое нам пришло в голову внезапно А надену-ка я вот это Это уже все давно придумано Все за нас это все решено Институтом цвета понтон Он находится в Америке, в Нью-Джерси Это же институт цвета То есть люди учат цвета различать? Нет, там не учат Они диктуют цвета Они диктуют цвета Да, они говорят, что На каждый сезон? На каждый сезон Они выдают палету цветов Порядка 23 Базовых 5 И остальные И все дизайнеры Более того, дизайнеры не только одежды Дизайнеры мебели Чего там еще? Где у нас еще? Машины Машины Так точно Совершенно Вот это все используют Это вот палету в этой работе Так, погодите, погодите То есть я прихожу в магазин Такая гордая выбираю Вот этот красный Потому что это моя фишечка А мне его продиктовали На самом деле, да Его уже за вас выбрали А вот мой бунтарский Нутро мой бунтарский Говорит, да какого ж мне опять американцы Учат меня, какой цвет мне носить Почему именно они? Кто им дал право быть именно такими? Отличный вопрос Мне тоже так было Забавно об этом узнать С какой стати именно они Но они собирают Кучу народа Проводят исследования У них там Я не знаю сколько экспертов Причем эти эксперты Психологи Социологи Не только дизайнеры Люди, которые обладают Огромной интуицией И чувствуют завтрашний день Они улавливают тенденции В принципе Не только Исходя, наверное, из каких-то Геополитических Да Совершенно верно Что там Какие проблемы Война в Сирии Не знаю Экология Все Абсолютно все Влияет на выбор цвета И дизайнеры получают Эту палетку Исходя из нее И работают Что крупные Что мелкие Этот понтон Он Название Название И у каждого Название Там еще 100 оттенков Вы можете порезвиться Выйти на сайт Pantone.com И там Он по-английски Но там все понятно Абсолютно Вы тычете в цвет Он вам оказывает Цвет можно купить Сколько стоит Купить себе цвет Этот вот Да Цвет он стоит 12 Ну там 9-10 12 долларов Не, не Доллар Что нам надиктовали На осень Какие цвета в моде Ну это же На сезон идет Я посмотрела Весну-лето Но вообще 18-й год Идет под цветом Виолет Ярко-фиолетовый Мы его видим вообще Я давно не была В саровских магазинах И особо Не скажу Что вот Наверное там Сейчас половина Зрители покивали Мы тоже Нет, но Опять же Они же идут Как бы у нас Магазины в основном Сетевые Да У нас Массмаркет Ну в бренд В какой бренд Идти в России Чтобы хоть как-то Не позорище быть в Европе Ну вот представь мы сейчас с тобой Отрекламируем его С какого Мы это будем делать Я потом тебе скажу Скажет А-та-та Не, он есть Есть То есть можно В Сарове есть В Сарове В Сарове есть Где мы можем увидеть Модных Граждан Крещатика у нас нет Арбата у нас нет Где та улица На которой люди Людей на улицах вообще нет Я сейчас скажу Правильно Вот Лида Пять баллов Почему Как бы Достаточно обеспеченный город В котором Машин столько же Сколько и людей Все кто сейчас Смотрит Сейчас мне покивают Точно-точно Выходите Вечером В район Плазы И двигаете по Московской Всех увидите Вообще всех увидите Это прогулочная улица Это прям как будто бы Как кричать Да Прям Выходит Можно 20 знакомых Стреться за 20 шагов Молодежь тусит Я согласна Они заходят Шашлыки там есть Можно пересечься Ну да Вот обычно Это Какое-то общественное питание Когда мне не хватает Чего-то такого В Сарове Я путешествую Очень часто Где-то примерно Два раза в месяц Я куда-нибудь Езжу Что я делаю Чтобы увидеть здесь Публику И как-то вот вообще Онять Тренды Люди Понимают Или чувствуют Я иду в места Общественного питания Правильно И желательно Не там где сидят А там где есть Какая-нибудь очередь Где люди стоят Чтобы можно было увидеть Вот там видно Это нормально одетые люди У нас например Чего нету Кто главный носитель модной одежды Кто Да Я не знаю Кто Я не знаю Какой слой общества Конечно Молодежь главный носитель модных идей И у нас К сожалению В городе Только один институт Например В Казани Там 22 Ну вот и все Вот скажите Вкус можно воспитать? Да Конечно Если человек умеет одеваться Можно научить? Конечно Нужно Нужно воспитывать свой вкус Но не обязательно Целыми днями Отсматривать эти вот Показы Ходить в музее Обязательно Конечно А как же Вкус это В первую очередь Нужно Ну как бы искусство Вот то есть Хорошее Высокое Красивое Начать чувствовать прекрасное А вкус и чувство и стиль Это две разных вещи Или это мы об одном том Чувство и стиле Наверное выходит из чувства вкуса Ну это все вместе Да Елена Вот тут прям Была какая-то бомба Это видео Посмотрели мне кажется Все Какой-то модный Показ В котором модель Вышла на На подиум На ней была надета Надувной Бассейн Для Сада Объясните мне Высокую Вот эту вот Идею Да Высокую идею В чем идея Выйти Я не знаю В газете В чем идея Высокая моды Они что-то Которые на себя Не надевают Ну это не высокая же Нет Это не высокая мода Там много людей сидело Все фотографировали Как она идет в бассейне Ну и что Эти показы Может сейчас Устроить каждый Да Вот Не зря же мне Пришла эта Идея Как бы На ривьере Такой Показ Организовать Ну сейчас же Очень модно Хайпить Да Чтобы Впоследствии Продать Например Вот есть Одно еще Модное место В Европе Называется Институтом Моды и дизайна В Антверпене У них вообще Вот я посмотрела Эти показы Такое Ощущение Что какое-то Стойбище Умалишенных Там Выпускается Там одета Например Не знаю 23 рубашки Одна на другую Одета 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 Что это Вот это В чем высокий смысл Вот этого всего Я Знаешь Что я для себя Поняла Да То есть тебе нужно Выделиться По-любому Вот с тобой учатся 100 человек Ну там условно Ну может скорее всего Там 20 И тебе Тебе надо По-любому Как-то Выделиться Вот как Хочешь Вот как-то Так Ну вменяемость Потом проверяют Врачи Нет смотри Мне кажется Здесь так Ты нарядил Человека В бассейн Он вышел В этом бассейне В этом бассейне Марки там Егор Петров Грубо говоря А потом ты Шьешь Под маркой Егор Петров Классические Классические Тренчи С двумя рукавами С одним вородом И они говорят Это же тот самый Егор Петров И они берут этот тренч Вот и все Это хайп И рассчитано В общем-то На молодежь Я думаю Что этот Я не видела Этот ролик Но вообще Моде сейчас Пуховики В виде одеяла Такие Они заматываются Серьезно Нет правда Это прям очень стильно Круто и типа тепло Круто быть модным Вот это вот Круто Если ты вышел В последние Последние цвета Последние расцветки Там я не знаю Какие-то последние Там фасоны Я могу показать Вот что сейчас Модно Не скажу Что вот Я принесла все вещи Но какие-то там Допустим Три-четыре Изделия Я вам принесла Давай Конечно Это Дико модная вещь Вот это называется Анорак Это называется 5 баллов Дай 5 Ой я говорю Далек Это называется Анорак Это наш Российский дизайнер Мне нравится А в чем модность Этой вещи Это расцветка Это фасон Во-первых Это анорак Во-первых Это анорак Это просто модно Да Тут сочетание всего Тут и расцветка И вот эта надпись Сейчас знаете Да Что И вероятно модная Всякие надписи И в том числе Я с анораком Хотела похвалить Но ты вообще в тренде Вот принты прикольные На футболке Это вот прям Круто-круто Идем дальше Ну вот это Анорак Я вижу Анорак Лиды давай Доставай что-нибудь еще Ого Посмотрите Вот например Головной убор Можно одеться просто В какую-то базовую вещь В любую Надеть вот это вот Что вот это А можно я примерю Для этого не надо Это твоя тема Абсолютно Я очень люблю Головные уборы Как вот это Идет Ну ты же сейчас Вот только что Ну не знаю Я предположу Что это фуражка какая-нибудь Молодец Это фуражка Но у нее есть название Ну вот русское название Она в народе Ну вот Жириновка Вот ее звали Это похоже Да Я никогда бы Угадал Я не знал Что это назвать Жириновка Она куплена В Париже Она совершенно Стоит копейки И Жириновский В ней не ходил Да слава тебе Господи Я бы не надела Например Тоже модная вещь Это дизайнерская вещь Это я заказывала На заказ У российского художника По имени Екатерина Ребежа Вот это посмотри Потрогай Потрогай Да Это прямо Это прямо краской Да Такого больше ни у кого нет Кроме И стирать нельзя Естественно Ну почему Я стираюсь Я в грязную что ли Выходи Просто перец Не стираю Все остальное Внутри Щеточкой Ну и в моде Этномотивы Например Вот у меня платье Тоже это Российские дизайнеры Это прусский мед Да Вот такое вот Платье А куда в нем Можно выйти Например Ну Я не знаю Я его одевала Да просто Я его одевала По городу в нем Я ходила Я его ношу под косуху Слушайте А как нижняя реагирует Тут вы вышли Вот в таком платье Ну никто не аплодирует Не аплодирует Нет А мат не бы Между прочим Хотелось бы Да Особенно вот за рисунок Вот скажи Вот я покупала Даже не видела Вот это все А у нас сынок Да Давай с тетенькой С сисьями там С пищей Можно же у нас В программе с пищей С пищей С бытой просто Это лен Мне нравится И в нем не жарко Летом Да Хорошо Вообще-то Во льне жарко Жарко Да Опять Жертвой стереотипов Мы вот живем Разная выделка льна Вы что Там же Есть вот такой плотный А есть очень тонкий Нет Что за проблема Его носить Я не понимаю Никто не Ну я прям Вы сказали С косухой У меня сложилось Я прям увидела И сейчас С какими-то грубыми Ботинками Не с туфли Вот эти вот Допустим Оксфорды Да Тоже очень модная вещь Бежишь такой В косухе Поросе Давайте вот поговорим О вашем творчестве И о том мероприятии Которое нас ждет Это фэшн уикенд Который пройдет В Саровской ривьере 9 сентября Всех ждем Приходите обязательно Увидите очень много Всего интересного Что мы увидим Что за костюм Мне захотелось Как бы потопить За моду В Сарове Изначально у меня Специальность Я технолог Швейного производства И всю жизнь Сколько я себя помню Лет шести я шью У меня собралось Достаточно Одежды Для того Чтобы их показать Как бы Несколько коллекций Я их ввожу На разные конкурсы На показы И показываю Почему-то все Больше В Москве В Питере Там была В Воронеже В Туле Приглашают И думаю Почему бы в Сарове Это не увидели Нечего нас обделять Мы тоже хотим Был 8 марта Показ В ДК И был на День города И вообще Показы Сейчас это Достаточно Актуальная вещь Вот как бы В Сарове Это вообще Не принято Никто не знает Не Скажем Не видит В принципе Эта штука интересная И проводят их Вообще В самых разных Местах И Например Вот В этом году Опять же Парижа Была на берегу Сены Показ У них там вообще Я молчу Что они только И делают Где они только И показывают Это будут проходки По набережной Это будут проходки Мы сделаем Такую небольшую Постановку Публика Увидит Значит Красивых девушек Нарядных В Городских Костюмах В русском стиле Это будет Одна коллекция Она будет С двух капсул Ну рассказывать Совсем уже все Не очень Не надо Пусть я будет интрига Да А вторая коллекция Будет в таком Спортивном стиле Не путать Спортивную одежду Вот опять люди Почему-то думают Спортивный стиль Спортивной одежды Нет Спортивный стиль Кроссы Штанцы Кстати Анорак Правильно Анорак Это спортивный стиль И сейчас Это самая актуальная тема Это спортивный стиль Мне вопрос Мужчины Господи Где модели берете Здесь В здоровье У меня есть Я не скрою Любимые модели Но мне все время Хочется новых Новых пробовать Потому что А вы к ним тоже Те же параметры Добавляете Что-то 180 Или там 190 Просто 2 метра Длины ноги Вообще любые Вообще любые Можно Сайз плюс Да Да Сайз плюс Вообще Сейчас тоже Очень актуально Несмотря на то Что модно быть Спортивным Таким Подтянутым Но сайз плюс В моде Мы очень много кушаем И вот этих Кирилл в тренде Иду по подио Мужские модели будут? Нет Я же не только Женскую одежду Хотя ко мне Мальчики обращаются С девушками Можно будет Сфотографироваться И какую-то одежду Можно будет надеть Ну что-то такое Что можно одеть Не снимая Да Что-то такое Сверху Но это отличный мастер-класс Мне кажется Просто прийти Посмотреть Как миксовать Эти же вещи Как выглядеть Ярко Как выглядеть Стильно Да добавлять Нужно В любую базовую одежду Что-то интересное Какой-то шарфик Какой-то головной убор Там интересная Обувь Добавьте там Не знаю Красный берет Оденьте И уже Татуировку сделаете Извините Очень модно Татуировки Очень модно Да Это прям вот Просто На пике Канал 16 Самый модный Телекан Пока россияне С алкоголем Медиал После их ухода После их ухода Покрывало сняли Комментировать ситуацию В пресс-службе университета Отказались 18 августа В одном из подмосковных храмов Прошел молебен О котейках и петелях В этот день Мы совершаем молебен Для людей Которые по своему милосердию Готовы делиться Любовью с несчастными Собаками и кошками Лишенными крова И участвовать в их спасении Заявил настоятель Ильинского храма Протеерей Петр Дыников Кстати, при храме Действует приют-хоспис Для кошек и собак Где каждый желающий Может пожертвовать им корм На канале Медиаликс Появилась новость о том Что российский концерн Калашников Представил на форуме Армии 2018 Электрический концепт-кар Созданный на базе Ишкомби И призванный стать Конкурентом для Тесла Как тебе такое? Илон Маск Ну а теперь время Нашей нетрадиционной Рубрики, Кирилл Вам надо по-честному Ну хотя бы примерно По-честному Отвечать Когда вы в последний раз Что-либо делали Когда вы в последний раз шили? Час назад Отлично Все просто Когда в последний раз Вы смотрели канал С модными показами? Где-то, наверное, полчаса назад 40 минут назад Когда вы в последний раз Были на светской тусовке? Вот светской прям Прям, чтобы все крутые Все нарядные Все такие вуф Это премьер вижн Да, это, наверное, февраль Отлично Когда вы в последний раз Употребляли алкоголь? Вчера? Когда вы в последний раз Порогались матом? Не помню Может, вчера Что-нибудь там Ну то есть Врятнуло, да Когда вы в последний раз Были в гневе? Да тоже, наверное, вчера Это совпало Все, мы закончили с вопросом Естественно Начало гнев Потом То самое И наше традиционное Хожу на память Эй! Ну а на этом действие Нашего соседского Вай-фая Подошло к концу Мы прощаемся с вами Не на неделю, как обычно А на полтора месяца Увидимся с вами снова Уже в октябре Пока-пока Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok